Дорогие дамы и господа, всем привет от Диты из Канады. Сегодня мы с вами снова отправляемся в H&M. Я туда ходила какое-то время назад, там все было грустно и тоскливо и убого. Я решила вот сходить еще раз, потому что, ну, все-таки я даю им шансы. Думаю, ну, вдруг-вдруг там товару навезли летнего, красивого. Сошла, посмотрела. В общем, сразу скажу, что ситуация не улучшилась практически. Ну, может, совсем-совсем чуть-чуть, но если вам интересно, досмотрите до конца, вы сами все увидите. Там в конце будет, в общем, нашествие леопарда на H&M. На нас снова напал леопард. Ну, давайте все по порядку. Значит, у входа висят какие-то пиджаки. Вот это там был вначале кожаный пиджак, ну, искусственный, конечно, кожзаменитель. И вот это вот льняной пиджак. Опять же, все в таком бежевом-бежевом-бежевом цвете. Ну, вот видите, какие цвета. Меня это просто вообще удивляет, что цвета настолько неинтересны, и, в общем, как бы все такое серо-бежевое. Вот это вот серо-бежевое заселье. Но в конце, правда, будет леопард. Так что вот не знаю даже, что и сказать. Опять же, значит, спортивные костюмы, спортивные штаны, скучный бежево-коричневый свитер. Вот появились какие-то пиджаки за 60 долларов. Пиджаки зимние. Ну, учитывая то, что на улице апрель, и, в общем-то, апрель – это всегда уже было буйство красок, это всегда были летние вещи, это всегда были какие-то сарафаны, там, типа хлопчатобумажные, какие-то платья льняные. А вот в этом году H&M все еще, все еще торгует зимней коллекцией. Ну, может быть, это весенняя коллекция, я не знаю. Но, на мой взгляд, это зимние вещи такие, знаете, из пальтовых тканей, пиджаки, вот опять свитера серые, толстые такие, прям зимние-зимние свитера. И они не распродажи, это свитера, которые сейчас продаются за полную цену, то есть это как бы вот новая коллекция, то, что называется. Взгляд не радует, нет, вообще ни разу, и совершенно, ну, в общем, надоело, надоело, хочется летних вещей, весенних, ярких, еще один пиджак, тот был такой буклированный, а этот в елочку, тоже за те же 60 долларов, и тоже такой же зимний, такой, знаете, серьезный такой зимний офисный пиджак, в елочку, ходить зимой в офис. Ну, или, может быть, они его воспринимают как весеннее пальто, не знаю. Да, что более или менее, можно сказать, вот чуть-чуть мне понравилось, это вот этот вот, я даже не знаю, это рубашка, да, из такого вида, как будто бы, как будто бы под шанель, такой немножко, знаете. Нет, это не твит ткань, это, я даже не знаю, как ее назвать, она, в общем, произведет ощущение как бы такой льняной ткани, но на самом деле она как будто бы такая теплая, с жемчужинками на воротнике, тоже бежевая, конечно, ну ладно, про стимом, жемчуга на воротнике немножко вносит какое-то разнообразие в этот скучный фасончик, но такой, в общем, изыск дизайнерский, скажем так. Кожаные брюки, кожзаменительные брюки за 35 долларов, очень подходящие к первому пиджаку, вернее, там была такая рубашка, рубаха на поясе, вот точно такого цвета, как эти брюки, можно соорудить костюмчик себе, тонный-тонный, значит, газилиан-светаров снова всяких разных, и вот эти вот спортивные костюмы, цвета бла такого, знаете, вот сиреневые, правда, штаны, а так в основном все серо-бежево-серо-бежево-бежево-серое, немножко разных оттенков, в общем, 50 оттенков серого и 50 оттенков бежевого, причем такого, знаете, ну настолько, ну посмотрите, ну вот это вот точно, вот у нас называется такой цвет бла, я не знаю, как это перевести, но, в общем, это означает, что цвет никакой цвет, такой выцвихший уже изначально, то есть как будто бы уже застиранный, но он, в принципе, такой по определению и был сначала, тоже, это тоже домашние такие кофты, вот эти вот теплые, зимние, кстати, тоже не на распродаже, они должны быть на распродаже в апреле месяце, но они до сих пор продаются за полную цену, а это распродажа, здесь присутствуют свитера, вот я помню, я ходила и рассматривала эти свитера до какого-то второго карантина, первого карантина, я, простите, уже у меня такой сплошной день сурка и, в общем, карантин, сменяющийся карантином, поэтому я уже не помню, до какого закрытия я ходила, рассматривала эти свитера, они были в продаже, ну, в общем, сейчас их таки выставили на сейл, по-моему, это было где-то в декабре, я их рассматривала, эти свитера, это такой плащ я нашла, значит, ренч, без подкладки, такой какой-то жеваный, мятый, выглядит так себе не очень, но, в принципе, вот в качестве тренча вполне можно было бы его, если кому-то надо использовать и купить, так, следующие тоже, значит, распродажи, 8-долларовые платья, это платья еще с крисмоса, вот эти точно платья еще перед крисмосные, значит, это где-то ноябрь-декабрь их завезли, и вот они там висели-висели, тухли-тухли в этом H&M, наконец-то сейчас их за 8 долларов пытаются распродать, вообще уродство уродское, вот такой вот жуткий полиэстер, что в блесточках, что в какой-то такой сжатый вельвет, и нежатый вельвет с кружевами, ну, вообще-таки совершенно фасончики такие, кстати, вот это, по-моему, даже и не 8 долларов, а, по-моему, даже еще и дороже, они все еще пытаются их продать подороже, набрела я вот эта вот новая коллекция, так сказать, и здесь вот эти вот сумки, как бы они представляют собой летнюю, летнюю, видимо, коллекцию за 30 долларов, потому что они такие плетеные, в общем, как бы так напоминают нам о лете, и, в общем-то, как бы, да, вот, летняя коллекция, ну, и тут же в новой коллекции зимние шляпы, которые, в общем-то, шляпы-то не летние, они такие фетровые, довольно теплые, вы знаете, как я люблю примерять шляпы, ну, с маской примерять шляпы, вообще, это совершенно бесполезное дело, поэтому я решила даже в этот раз обойтись, снова набрела я на какую-то распродажу, здесь какие-то юбки, всякие разные, разноцветные, и вот эта юбка мне понравилась, я страшно вам открою секрет, я ее купила, она немножко великовата, 10 размер, так, на бедрах немножко, ну, в принципе, нормальная, мне очень понравилась ее расцветка, я представила ее вот с таким вот ментоловым свитером, мне кажется, что будет красиво, и таки, да, красиво, я пришла домой померила, действительно, получилось неплохо, распродажа свитеров, эти свитера, по-моему, купи один и, нет, купи два и один получишь бесплатно, вот такой вот промоушен, вот такой вот призыв, только купи, ну, и обычные совершенно свитера, вот этот, кстати, розовый тоже, я помню, был до, в декабре, по-моему, до закрытия вот предыдущего, сиреневые свитера, кстати, красивый цвет, симпатичный, я не помню, сколько они стоят, но они тоже идут по вот этому вот промоушен, вот этому, что можно купить два и один получится бесплатно, и вот, девочки, леопард, слушайте, нападение леопарда на H&M, леопардовый принт, просто, я понимаю, что это как-то снова как-то вошел в тренд, да, я так понимаю, что опять он в тренде, он, в общем, собственно, никогда не выходил из тренда, просто он так периодически затухает, потом снова становится таким, знаете, супертрендом, потом снова затухает, но тут в H&M леопарда было очень много, причем такого, знаете, есть леопард и есть, есть леопард такой дешево, такой некрасивый, а есть леопард интересный, благородный, так вот, в H&M был самый, что ни на есть, по-моему, неблагородный вариант леопарда, и вот, вы видите, я снимаю, он со всех сторон, он куда ни повернись, и здесь леопард, и там леопард, в общем, у меня было такое ощущение, что на меня напал леопард, и я, в общем, от него отбивалась, и пыталась как-то убежать, но получалось у меня плохо. Вот такой вот обзор сегодня, девочки, в общем, ничего нового в H&M не случилось, все такое же, какой-то трэш и безобразие, и надеюсь, что в следующий раз будет немножечко получше, надеюсь, что скоро увидимся, люблю, целую, ваша Дита, всем пока!